Привет, ребята! Сегодня мы продолжим разговор по поводу установки на аквариум вот этого флотатора. Я уже говорил, что у этого флотатора есть определенный уровень установки воды, погружение его в воду. Сейчас я включил этот скиммер в розетку, чтобы вам показать, как он не засасывает воду. Вот видно, что вода здесь пытается пульсировать, засасываться и вот такая получается картина. Потому что минимальный уровень воды для этого скиммера находится вот здесь. У меня здесь есть отметки. Вот это мой постоянный оптимальный уровень. Это отметка для подмены 10 литров воды, чтобы я знал, сколько мне скачивать воды с этого аквариума при замене. А это отметка у меня для того, чтобы следить за ежедневным доливом воды в этот аквариум. И вот так вот происходит. Мне сейчас надо поднять уровень воды для этого флотатора и потом посмотреть, как он работает. Вот ночь я засаливал ведро воды. У меня здесь работает помпа. Соль перемешивается. Сейчас она все растворилась. Прошли почти сутки с того момента, как я засалил эту воду. Она аэрируется, насыщается кислородом и готова к доливому аквариуму. Для замены у меня засолено ведро воды. Так удобнее засаливать. А долить мне надо чуть меньше ведра. Где-то литров 8, наверное. Значит, часть воды у меня остается лишней для этого аквариума. И я решил сделать небольшую подмену в малявочнике. В подменную воду я капал немножко йода. Вот такой вот медицинский флакончик. И у него очень хороший дозатор. Вот такая щеточка. На ней как раз собирается капелька йода. Я добавил йод в подменную воду. Излишки воды из основного морского аквариума. Позволили мне сделать подмену вот в этом малявочнике. Кстати, моряки уже хорошо подросли. Все очень упитанные и чувствуют себя нормально в морской воде. Ну а теперь о самом плататоре. Сейчас я долил в аквариум воды чуть выше минимального уровня. Вот минимальный уровень и воды в аквариуме чуть больше. Сейчас до верхнего края аквариума остается 3 сантиметра. Вот в таком положении этот скиммер хорошо работает. Взбивает очень хорошую пену. Пузырьки идут очень мелкие из вот этого из этой помпы. И я жду когда он начнет гнать пену. Для регулировки плотности пены вот эта камера может подниматься немножко. Тогда пена будет более сухая. Или сейчас у меня она опущена вниз до предела. Посмотрим еще как работает этот плататор. Итак, друзья, всех несомненно волнует вопрос, почему я выбрал именно вот этот плататор. Хочу напомнить, что аквариум у меня на 100 литров и без внешнего сампа. Я не хочу нагружать этот аквариум различным оборудованием. Именно поэтому я поставил на от аквариума всегда вот такой внешний фильтр ФЗН-3. Именно поэтому я выбрал такой флотатор, который навешивается снаружи от аквариума и не занимает места в аквариуме. Это одна из причин. Вторая причина. Я посмотрел в интернете отзывы об этом скиммере. Этот скиммер по паспорту рассчитан на 100 литров, но все говорят, что этого скиммера хватает литров на 80. Но у меня аквариум с мягкотой и мне не нужно выбивать полностью всю органику из этого аквариума, иначе мягкотей здесь питаться будет совершенно нечем. Поэтому я думаю, что вот этого скиммера вполне хватит на объем аквариума в 100 литров. Кроме того, что об этом скиммере очень хорошие отзывы, этот скиммер мне понравился очень своей компоновкой и понравился своей ценой. Этот скиммер мне обошелся в 4300 рублей. И я считаю, что для скиммера это не очень дорого, тогда как фильтр ФЗН внешний сейчас стоит где-то 3300-3600. Я точно не знаю. И вот помпа в этом скиммере расположена внутри коробки. Она не висит где-то сбоку, ничего нигде не висит на этом скиммере, ничего нигде не мешается. Он удобен в обслуживании. Вынимается вот этот контейнер для скимата. Причем скимат сливается не куда-то наружу, а сливается по трубочке внутрь. Если я просплю и вот эта емкость для скимата переполнится, то лишний скимат уйдет обратно в аквариум, вот по этой трубочке. Еще одна немаловажная причина. Из своего опыта я знаю, что всевозможные распылители в аквариумах часто забиваются. А вот здесь вот на этой помпе нет никакого распылителя. Здесь есть импеллер, игольчатый импеллер, который дает очень хорошие мелкие пузыри. Вот как вы видите, здесь сплошное белое месиво из мелких пузырьков. И этот импеллер никогда не забьется и с него постоянно будет идти целая туча мелких пузырей. Они будут хорошо вбивать органику. Кстати, здесь очень хорошо сделана внутренняя колба. Она идет на конус, так чтобы пена легко поднималась. И, кроме того, вода будет очень хорошо аэрироваться, насыщаться кислородом. Таким образом, этот скиммер удовлетворяет меня по мощности. Он не занимает места в аквариуме, у него отличная компоновка и у него отличный импеллер. На первый взгляд, он работает вполне прилично. Единственный недостаток, даже два, я бы сказал, недостатка на сегодняшний день. Во-первых, для него требуется высокий уровень воды в аквариуме. А во-вторых, мне немножко не нравится его шумность. Он слегка гудит. Все-таки гул от его работы слышен. Но мне это никак не мешает. Вот уже поперла пена. Он работает всего лишь полчаса, но уже начал выбивать пену из этого аквариума. Из воды этого аквариума. Был еще один вопрос по этому аквариуму, не относящийся к скиммеру. Почему я не переделаю вот эту вот сеточку на аквариуме, не уберу эти прищепки, не сделаю сюда нормальную крышку. Начну с того, что я полный чайник еще в морской аквариумистике. Я не знаю, как поведет себя этот скиммер, как он будет работать. Этот скиммер изменит всю архитектуру моего аквариума. Сейчас, на сегодняшний день, я не знаю, в каком месте его расположить удобнее. Стоит ли его располагать справа, хотя по компоновке этого скиммера удобнее было бы его расположить на противоположной стенке аквариума, где у меня сейчас расположен внешний фильтр. И второй вопрос, нужен ли мне будет внешний фильтр при наличии вот этого скиммера, который очень хорошо насыщает воду кислородом. Сейчас у меня во внешнем фильтре размещен мешочек с антифосом и внешний фильтр создает какое-то течение в аквариуме. Если я уберу отсюда внешний фильтр, мне надо будет думать, стоит ли помещать сюда антифос, надо будет думать насчет какой-то помпы. Придется купить, наверное, какую-то другую помпу взамен вот этой аквариумской бандуры, которая мне совершенно не нравится в этом аквариуме. Но это вопрос третий. А главное то, что еще совершенно непонятно, в какое место аквариума установить этот скиммер. Сколько отверстий оставить в крышке под флотатор и под фильтр или достаточно будет одного отверстия под флотатор. Поэтому с крышкой не все понятно. Есть в покрышке свои соображения. Можно установить сюда как бюджетный вариант. Вырезать потолочную решетку. Есть такие специальные потолочные решетки 60 на 60. И чья у нее крупнее, чем у этой москитной сеточки. Когда я сюда повесил москитную сеточку, я сразу же обратил внимание на то, что аквариум стал заметно темнее. Даже на невооруженный взгляд, даже без всяких измерений видно, что эта москитная сетка достаточно сильно затеняет свет от этого светильника в аквариуме. Есть еще второй вариант. Я не уверен, что смогу найти хорошую стеклорезку, но можно было бы вырезать стекло, если удастся найти хорошую стеклорезку. Стекло будет иметь полную прозрачность. Будет ли оно покрываться солью или нет, неизвестно. Я думаю, что при наличии скиммера будет мало брызг и стекло не будет сильно покрываться солью. В то же время, если сюда вырезать крышку из стекла с отверстием под скиммер, с отверстием под кормежку, то можно было бы предотвратить лишнее испарение воды из этого аквариума. И не надо было бы доливать постоянно сюда осматическую воду, как это делаю я сейчас. Вот такие соображения покрышки. Сейчас мне надо еще присмотреться к работе этого скиммера, так как я полный чайник и со скиммерами никогда раньше не имел дела. Поэтому мне надо пока посмотреть, как отразится работа скиммера на жизни этого аквариума, на его обитателях. И потом принимать решение, достаточно света, недостаточно света, в какое место поставить скиммер, как поменять архитектуру этого аквариума. Так что это вопрос ни одного дня. Нужно какое-то время, чтобы все это прочувствовать и понять. Ну вот, ребята, как вы видите, скиммер спустя полчаса после запуска отлично работает. А сейчас мне надо привыкнуть к этому скиммеру, оценить его работу. А на сегодня все. Всем пока. Если будут какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова